Рис, морковь, специи, говядина и кусочек души. Рецепт плова для защитников Отечества. Бахадыр Курбанов или просто Баха – человек с большим сердцем. Он не может оставаться в стороне, когда кому-то нужна помощь. В ковидные времена своим вкусным пловом он кормил врачей. Теперь его восточное блюдо стоит на столах военных в зоне специальной военной операции. На фронте все мои близкие и знакомые ребята, которых с малых лет мы с ними в этом городе выросли. Поэтому оставить их без внимания у нас не получится. Более ста килограммов плова за раз готовит команда Бахадыра Курбанова. В этот раз на передовую уезжает семь полных контейнеров. Именно столько помещается в одном казане. Этого хватает, чтобы накормить целую роту. Мы неделю по два раза отправляем. Восьмого часа отправили, тоже 150 килограмм. И до этого тоже отправляли. Как сможем, так помогаем. Это не зависит от того, что нам сказали. Мы это все делаем от души, чтобы, самое главное, наши ребята почувствовали, что они как дома были. Команда у Бахадыра большая и сплоченная. В кафе на московском шоссе 20 человек. И все они с большим удовольствием готовят на фронт. Всего по городу у Бахи четыре заведения общественного питания. И в каждом готовят такую партию плова. Передают кушанье жёнам мобилизованных. А они уже доставляют военным. Довозят быстро. За это время плов не портится. А главное, остаётся таким же вкусным. Ребята очень хвалят. Они в восторге. Правда, до этого были объёмы поменьше. Количество ребят было поменьше, которые пробовали. Сегодня, вот в этот раз, мы, я так думаю, даже больше, чем роту накормим. Для них сейчас, в принципе, любая домашняя вот такая вот еда, она очень такая, она домом пахнет. Любая еда, которую мы возим, она пахнет домом. А уж плов сейчас праздники, сейчас и мусульманский праздник, и христианский праздник на носу. Мы вот кроме плова ещё и повезём куличи обязательно. Кроме вкусного плова к нашим героям поедет и свежая выпечка. Сам Бах из-за своей старания ничего не ждёт. Ему достаточно просто спасибо. Лучшая благодарность знать, что его старания не напрасны. И все добрые дела обязательно откликнутся в душе солдат и вдохновят их на новые подвиги.